Итак, давайте начнем наш... А, да. Только я начну... Попытаюсь это самое... Уже попытался, видите, что нашли в кишево... Просто так в кармане... А, вот он сказал... Да, 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 вот он сразу сказал... А это не к пункту сказали... А это не к пункту сказали... Сейчас увидим... Появляется... Сидит вдвоем... Пошли... ... А тут вот... К сожалению, тут нельзя, единственное, только если с другими, такие же, как Турековедина, ТЗК, соседи такая, потому что, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, там, по-моему, точно не будет. Ладно, ладно, ладно. Класс, ладно, 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 вот когда пункт куда-нибудь, куда-нибудь вниз, да, у меня в этой ситуации, может быть, очень, очень, очень. Турековедина, кто-то при глазе махнул, то это понятно, ну, кого-то сказать, как искать, и так далее. Просто, если это помохнуть, то, я не знаю, да, может быть, это получится, да, давай. Так, может быть, тогда вообще верно, если поуграть? Ну, совсем, наверное, это слишком. Хоть что-то будет видно, а кому он мешает? Точнее, а кому его отсутствие мешает? Мы, кстати, все, что начинают наши председательства, значит, наш сегодняшний докладчик Дмитрий Игоревич Азов, который представляет кафедру системного анализа и экономики, как кажется. Кажется, так. Мы, разогласно говорить, будем сняли профитику, ее приложение. Я, все-таки, предлагаю убрать верхний свет. Зачем? Да, зачем? Основное внимание на экран. Так что, если там ничего не видно, то все совсем грустно. Так, щелкать будем по клавишам? Будем, да? Да, ничего, ничего. Ну, хорошо. Тогда, с вашего позволения, сначала... Сначала хотелось бы напомнить вообще о том, что такое адиопатические варианты, откуда они берутся, а потом поговорить о том, зачем они могут и с какой-либо. Адиопатический вариант, у нас как вообще публика состоит из студентов и курсов? Давайте спросим, кто с первого курса? Так, вы с первого? А со второго издаля есть после терпола? Кто со второго? То есть терпол вы уже проходили? Нет, кто проходил терпол уже? Да. Давай, человек, чуть-чуть. Давай, человек, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. То есть у вас терпол идет на втором курсе весна? Да. Только начали. Только фолк. Тогда будем напоминать немножечко, что всегда, когда у вас есть некое инфинильное движение, то есть движение замкнуто, повторяющееся, у вас с ним связан так называемый интеграл движения, то есть некая сохраняющаяся величина. Это может быть, скажем, если у вас что-то вращается, это момент количества движений. Движений разных замкнутых может быть много, поэтому сколько замкнутых есть, столько для них законов сохранения отдельных возникает. Но это если движение идеально повторяющееся. А оно может быть повторяющееся не идеально, а почти. Вот как-то приближено. Когда влияющие на него внешние факторы меняются, но меняются так медленно, что изменения малы по сравнению с характерными размерами системы, по сравнению с характерными быстрыми временами движения, и тогда у вас возникают такие почти сохраняющиеся величины. Как? Примерно. Рядышко. И такие величины называются адиопатическими вариантами. Они интересны как для квантовой механики, потому что, если кто-то из более старших курсов помнит, другие сейчас узнают, что квантуются величины, также связанные с финифными движениями. Так, Михаил Геннадьевич поправит и собрать не даст. Не выбрак? Пока не будет. Поэтому изначально интерес к адиопатическим вариантам возникла работа в Больсман, которая занималась энтропией. Этропия также рассматривается как некий адиопатический вариант. Потом, во времена Айн-Песта и во времена становления квантовой механики, еще до Шеллингевских, до Мятлеговских это активно изучали. А мы немножко больше будем говорить об адиопатических вариантах, которые возникают при движении частиц поля. Интерес к ним возник где-то в годах 30-х в астропизике с работы Альфина. Потом возник он, когда появились первые спутники, были открыты революционные пояса, когда начались термоядованные исследования, и к этим вещам усиливается интерес. Работа в этом направлении Калмагорова есть некая теорема Калмагорова, связанная с адиопатическими вариантами. Теорема нехорошего. Потом небесные механики к этому приклеились. Академия Карнольд работала много. Некие вековые движения Луны тоже можно показать, что они связаны с сохранением адиопатических вариантов. Это так, общая картинка, честно. Есть ли кадры? Дальний запек. Вот если кто-то помнит маленькая цитата из известного романа Солуявских по прямоточнице, то хотелось бы сказать, откуда это пошло. В 60-м году некий Робер Басов, американский физик, в журнале «Акта астронавтика», это журнал международного астронометического общества, издается в последней швейцарии, написал некую такую статью, можно сказать, прожитерско-фантастическую про звездолеты. Это было время полного энтузиазма. Только появились спутники, человек в космосе еще не появился, а люди уже мечтали о том, как бы долететь до Эфи Центавра и так далее. Ну, уравнение у Цулковского было уже почти полвека. В 30-е годы Роберт Эннепельтры сделал модификацию для реактивистской кинематики. Ценность его, откровенно говоря, не очень высокая, потому что, когда у вас ускорен движущийся реактивистский ответ, нужно еще учитывать эффекты общей теоретности, там сам черт мог усложить. У ФОКа есть работа на это дело совершенно какие-то парадоксантные, я это не понимаю. Но в то время все уже знали, что если вы хотите добиться скорости света или близко к тому, чтобы долететь за разумное время до какой-то звезды, то из формулы Цулковского следуют совершенно несуразные величины. — Филитивистская формула Цулковского отличается от обычной тем, что туда вместо скорости входит быстрота. Это такая штука, там есть гиперболические, от которой дает звезды. — Да, можно и так. — А так формула получается в точность... — Структура такая же, да. — Если заменить вывод... — Да, да, есть такое дело. Поэтому там получается, что все еще хуже, чем в формуле Цулковского. Даже если у вас в качестве скорости истечения вы берете там 0.7c для пиона, для региляции, и оказывается, что для достижения разумной скорости приходится более 99% массы ракеты уничтожить. Что, в общем-то, технически нереально для будущего, наверное, никогда. Поэтому, вот господин Басов, тогда появились какие-то оценки плотности межзвездной среды, он решил, вот, летают же самолеты в воздухе, воздушно-реактивные двигатели. Давайте мы сделаем межзвездный прямоточный двигатель. Будем лететь, как-то собирать этот межзвездный бодород, его уплотнять, зажигать прям термоядерную реакцию, и получится что-то вот такое красивое, летящее по Вселенной. Но плотность межзвездной среды ничтожена. Менее одного атома на кубический сантиметр и еще меньше. Получается, диаметр воздухозаборника, водородовозаборника, должен быть совершенно невообразимым. Как быть? Давайте делать его не материально, а из поля, из магнитного поля. Возьмем некий виток с током, из него будет вот таким вот образом как-то распушиваться магнитное поле, и в него будут попадать частички и сваливаться поля. Ну как же, все, в принципе, со школы помнят, что частица в магнитном поле на него навевается, и вроде бы так из общих соображений понятно, что так должно быть. Зацепить у нас за поле, навьемся и как раз свалиться в воронку, то будет хорошо. Довольно простой оценкой оказывается, что если у вас виток с током какие-то там тысячи ампер, технически разумная величина, Басовт оценивал следующим образом. На каком расстоянии от этого витка с током его поле сравняется по напряженности с межзвездным магнитным полем. Какие-то оценки величины межзвездного магнитного поля к тому времени существовали, и у него получалось, что диаметр воздухозапорника какие-то там тысячи километров. Даже десятки тысяч километров. И, в общем-то, уже получалось, казалось бы, продободок. Ну, мы не будем вообще строгать возможность зажигания реакции в проте, в водороде без изотопов тяжелых. Конечно, полная ерунда, если честно. Но сейчас я вам предлагаю такую задачу. В чем же недостаток такой схемы? Она принципиально неработоспособна. Почему? Есть ли у вас какие-то соображения? Ну, вроде все так здорово будет. Магнитный оборудок. Там сравнивается. Частички навевается. Ну, если пока соображений нет, я думаю, что... Но, видимо, конусы, с которыми он попросит чтить, вы скажете, русский, да? Хотя вы уже это знаете. Нет, это значит... Нет, я... ну, сами понятия конусов. А, да. Может быть, кто-то из уважаемых бесплод студентов, наверное, нравится. Вот эта картинка взятая с сайта NASA. Это сейчас у нас. Действительно, вся эта иллюстрация. И до сих пор 50 лет их такая схемка гуляет. Вообще, любые схемы звездолета, в их за это время было предложено довольно много, десятки лет, по большому счету, все не стоят доброго слова. Ну, а могут быть интересны, как упражнения по общей физике. Полезно разбирать их ошибки. Что у нас получается, когда частичка каким-то образом живет в электрическом, магнитном полях и в их хитрой смеси? Со школы все помнят, что наливается заряженная частица на линию магнитного поля и описывает что-то вроде винта. Но так происходит, пока у вас поле однородное. И на нем нет ничего другого. Вот так это дело выглядит, если поле становится неоднородным. Справа мы рассматриваем ситуацию, когда частичка движется в поле, которое с одной стороны слабее, вот тут оно слабее и варморовский радиус больше, а здесь оно сильнее. Если мы частичку туда бросим, как же оно будет себя вести? Тут у нее, с этой стороны, радиус вармора будет меньше, здесь больше. Поэтому каждый раз она будет смещаться немножечко в сторону. И таким образом станет в среднем дрейфовать, как называется дрейф, поперек градиента поля. Крутится поперек градиента движется. Это называется дрейф в неоднородных полях. Если у вас поле магнитное однородное, но зато существует поле электрическое поперек него, тоже возникает дрейф. Дрейф направлен поперек как магнитного, так и электрического поля. При этом дрейфуют и положительные, и заряженные частицы в одном и том же направлении. Если у вас какая-то дополнительная сила существует неэлектрической природы, например, гравитационная сила, гравитационный дрейф, то тоже дрейф возникает, а здесь уже для положительных и официальных зарядов направления дрейф различны. Так, получается. Здесь еще раз одно напоминание о том, что же такое диаметический дворян. Можно тоже пропустить, ополагаю, на понятие, как вы ввели. И давайте его приклеивать к движению частиц электрических и магнитных поля. Давайте применять электрические и магнитные поля. Наверное, какой-то физический смысл, скажем. А, вот сейчас. Что у нас всегда физический смысл бывает очень разный. Иногда его и вычислить-то там не очень просто. В чем он сидел? Когда у вас частица просто движется в магнитном поле, у нее есть, во-первых, одно финитное движение. Самое очевидное – это движение по гарморовскому кружку. Если у вас частичка немножечко смещается вдоль поля при этом, понятно, что поле, если оно вдоль линии не вполне однородно, напряженность меняется. Если оно меняется славно, то здесь как раз мы имеем не строгое сохранение, а адиопатическим вариантом. Что-то почти сохраняющееся. То есть, если поле меняется плавно, если частица движется вдоль него тоже не очень быстро, то у нас, очевидно, имеется два закона сохранения совсем строго. Первое – это закон сохранения энергии, потому что магнитное поле стационарное, оно энергию щеки не возмущает никаким образом. И поскольку есть движение вращательное, есть закон сохранения момента количества движения. Если мы два этих закона склеиваем друг с другом, то когда частичка движется из области более сильного поля, более слабого здесь посредине, область более сильного, понятно, что скорость ее поперечного движения вращения будет растет. И можно сказать, что при движении частицы вдоль силовой линии, из области слабого поля в область сильного, ее энергия вся перекачивается в энергию поперечного движения. Постепенно. Можно сказать, что с этим связан вот такой вот адиопатический вариант, который представляет собой по смыслу магнитный момент, то есть магнитный поток через лармоновский прыжок. Если эта штука у нас сохраняется, то при движении вдоль усиливающегося поля, когда линии уплотняются, в какой-то момент вся энергия частицы перейдет в энергию только лишь поперечного движения. После этого дальше она двигаться уже не сможет никак, и ей останется только как-то раскручиваться обратно. По симметичным причинам. В общем, в адиопатическом элементе есть очень простой физический смысл. У какого? Вот этого? Первого технического? Это момент импульса частицы относительно ведущего центра, то есть центра кривизной траектории. Центр кривизной вы хотите привязать кривизне именно линии, да? Нет, центр кривизной кривизной тоже. Но это как-то, мне кажется, магнитный момент это более прозрачный. Привязать кривизне линии его можно. Второй уже скорее кривизней мы можем, да. Второй паунс можно привязывать. Но мне кажется, что магнитный момент это более наглядный в физический смысл. Скорее, магнитный импульс? Скорее, магнитный импульс. А где же здесь? Какие магнитные импульсы? Моментный импульс относительно ведущего центра. Если вы, например, на два балла имеете в виду, у него размерность для магнитного импульса. Так магнитный момент. Вот. Электричный момент. Первый. Ага. Скажем, это уменьшено, я могу умножить. Ага. Ну, ладно. Ну, можно и так, в принципе, сказать. Нет, безусловно. Там, в основном, момент человеческого движения сохраняется. Чтобы деваться не было. Вот. Эти вещи обнаружились в 50-е годы. И что дальше из них получилось? Как-то однажды вечером, это как гуляет байка, тогда еще не академик Буткер, долго мучил уже действующего академика Тамма просьбами рассказать ему про поведение заряженной частиц-поляха. То один вопрос задаст, то другой и никак домой не уходит. Поздно весенний вечер. Там уже Игорь Ильич был, говорит, исключительно бежливым человеком. И тот уже начал немножко уставать. Ну, Буткер был молодец. Он взял его по бульдожке и такую лекцию себе выделил. Кончился таким, что на следующий день Буткер пришел и изобрел так называемую магнитную бутылку. Или пробкоток. Независимо, то же самое сделал пост в Соединенных Штатах примерно в том же году. Идея была такая, что если вы возьмете два витка с током одинаково направленных, то у вас получится вот такая вот картинка магнитного поля. В середине поля послабее. Здесь оно усиливается с близкостями витков. И таким образом, если вы частичку где-то запустите поперек линий, не очень сильно отклоняясь от нормальной глины, где-то в середине, то она сначала будет двигаться в сторону этих витков, так как на этот пробок, а потом где-то отразится. Потому что вся ее энергия перейдет в энергию поперечного вращения. И вдоль она идти уже просто не сможет. Она вернется обратно. Если вы таких частичек много-много сюда накидаете, у вас и кажется, что они живут и никуда не улетают. Таким образом, можно в магнитном поле удерживать даже очень высокоэнергичные частицы. Энергия, которая соответствовала формальным температурам в миллионы, многие миллионы градусов. Причем удерживаться они могут достаточно долго пока эти частицы мало, и друг с другом они не сталкиваются. Был проведен интересный эксперимент Родионова с измерением излучения атомов трития, которыми заполнена такая вот ловушка. И оказалось, что единичная частица может в принципе выдержать более 10 в 7 степени отражения. И в 7 степени довольно много. Конечно, если у вас плотность плазмы на этой ловушке оказывается высокой, то все уже не так хорошо. Улетают они быстро, они сталкиваются, они попадают в так называемый конус потерь и уже проскатываются. Но, тем не менее, в такой ловушке в принципе можно удержать даже довольно плотную и очень горячую плазму. То есть на ее основе теоретически можно сделать термояльный реакт. Засунуть плотную плазму, нагреть до очень высоких температур. И если у вас так называемое пробочное отношение, то есть отношение магнитного пуля в середине к отношению в пробках достаточно велико, у вас она и держаться будет достаточно долго. Принцип совершенно рабочий. А какое там обычное пробочное отношение? Пробочное отношение порядка десятка. Там неприятно то, что время удержания одного зависит к натуральному логарифму. К сожалению, у нас для того, чтобы удерживать плазму в центральной секции, нужно поле хотя бы порядка двух десяток Тесла. Лучше порядка Тесла, чтобы она была достаточно плотной и магнитноустойчивой. А в пробках мы не можем получить напряженность поля выше, на сегодняшнем, во-первых, поле должно быть национально, а на текущий день по-моему, рекорд постоянного магнитного поля где-то в районе 37 тестов. Может быть, уже больше шкода не интересовался, может быть, уже немножечко подняли, но в любом случае не более 40-41. Это сложные системы, причем у них очень маленький объем, в котором получается собственно магнитное поле, что для этого пока, к сожалению, не годится. Очень высокие механические нагрузки, как правило, внутренняя катушка является не сверхпроводящей, а требует охлаждения водой, так называемые питеровские магниты. Если бы удалось достичь погибного поля в объемах поперечником хотя бы порядка десятков сантиметров, и напряженностью где-нибудь там 50, Tesla, 60, и желательно все это еще на сверхпроводимости, у нас получился очень красивый реактор. Вот такого пока нет, но не предвидится. В 60-е годы этого не было, тем более, тогда еще есть и вправляющих катушек толком не было на этих установках, и оказывалось, что если провести все расчеты предоступных технических предположений, реактор получается, он получается чудовищного совершенно размера. Это в сотне метров длиной такая труба с вакуумированием, с нагревом, с мощным магнитным полем, со сверхпроводниками. Мне тогда еще в ранних проектах даже сверхпроводников не было, вся вот эта длиннейшая катушка должна была быть из меди, охлаждаться водой и потреблять огромное количество электроэнергии. Все получалось не слишком поздорово. Потом к этому были сделаны определенные доработки, но направление понемножку захинело. такомаки взыграли и взоглили. А это направление пока стало маргинальным, хотя по нему и развивается. В Новосибирске сейчас частности ловушку модернизируют. Это пример одной из наиболее крупных в истории открытых ловушек. Так называемый MFTF или Mirror Fusion Testacity. Это примерно 1884 год Соединенные Штаты. Открытое это в том, что конфигурация магнитных линий не является замкнут. В Takamaki это торг, каждая линия замкнута. А тут две катушки и они лохматятся куда-то бесконечно. В принципе, вдоль них плазма выйти может. Поэтому в концах стоят так называемые ловители, конвертеры энергии в электричество. Здесь вот фотографии этого достаточно впечатляющего сооружения. строили его долги, потратили что-то более нескольких сотен миллионов долларов и разобрали такие причины. Политика? Политика? Дело в том, что было три направления термоветных исследований Соединенных Штатов. Были когда-то стеллораторы, открытые ловушки и Takamaki. Когда в 1968 году на советском Takamaki в Т-3 была достигнута рекордная величина температуры, это был миллион градусов. На тот момент это была совершенная фантастика, никто не верил. Сейчас это уже кажется чем-то таким архаичным и вызывающим ностальгическую смешку. Но тогда Takamaki сделали большой рывок. И если до того они были равными среди равных среди многих концепций, то после этого их пользу были переведены как люди, так и средства. Поэтому из трех американских программ стеллораторы зарезали, ловушки как-то тогда открыты, ловушки как-то отбились. Но люди, которые занимались стеллораторами ушли в министерство. Они больше не работали в лаборатории, ушли в департамент энергетики и за десять лет прошедшие закрытия Takamaki до момента последней ловушки они довольно сильно выросли высоких поступков. И оттоптались. Попомнились старые. А стеллораторы стеллораторы это замкнутые это тоже замкнутые ловушки, но в отличие от Takamak они иногда внешне могут даже выглядеть почти как Takamaki. У них вырождение магнитного поля снимается другим способом. В Takamaki у вас по плазме течет кольцевой ток, поэтому линии поля оказываются здесь может быть есть вот у вас Takamaki есть у вас изначально здесь линии магнитного поля которые просто кольцом с кольцом. Дело в том, что если вы эту линию так оставите и напустите туда горячей плазмы она очень быстро раздрейфует вверх и вниз. Сейчас я не буду выдаваться подробностями потому что она долго удерживалась чтобы она могла удерживаться долго необходимо снять и запустить ток по ним этот кольцевой ток создаст дополнительное магнитное поле так называемое троидальное уже это было полуидальное и суммарное магнитное линия будет вот так вот извиваться будет наливаться на публик соответственно и частички будут двигаться то вверх то вниз таким образом упражнение снимается и они уже не сдреховывают на стену. В стеллораторах это делается другим способом в Takamaki это делается путем тока по самой плазме на магнитный системе в СНК технически это сложнее магнитные катушки имеют иногда очень причудливую форму сложно надавиваться на согласованности в 70-е годы кроме того не было других источников нагрева такомакий такомакий сам протекающий кольцевой дуб ее нагревает в стеллораторах а телетронов а телетронов тогда не было еще нет не отстали кроме того есть определенные ограничения по давлению плазмы у них все дальше на основании подобных систем открытым ловушкам можно делать всякие интересные вещи например источники горящей плазмы которые бы давали ее струй например так называемый электроактивный магнитный двигатель его идея в том что он балансирует на не совсем трехмерной температуре есть у вас какая-то секция центральная с прямым полем в котором создается высокочастотная примерно радиочастоты переменное циклотронное поле это циклотронное поле имеет частоту совпадающую с частотой вращения электронов по норморовским кружкам то есть в резонансе нагревает таким образом но нагревает она ее как нагревает так что у вас вся энергия сосредоточена в поперечном движении мы таким образом если угодно производим двумерный нагрев после этого все-таки какие-то продольные компоненты скорости у частичек здесь возникают и они понемножку выдрифовывают из области нагрева в область магнитного сопла где напряженность поля понемножечку спадает линии магнитные силовые у вас сохраняются у вас получается что энергия поперечного движения частиц перекачивается в энергию продольных размен нагревали двумер потом эту энергию конвертируем в энергию вдоль поля поэтому это получается несколько более эффективно чем если мы просто нагреем горячий газ без всяких магнитных полей в камере и выпуски и выпуски и выпуски и сопло вроде бы и нагрев а вроде бы и не совсем нагрев может быть это правильнее было бы назвать магнитный просчет когда вы сначала раскручиваете а потом отпускаете но здесь отпускание происходит вдруг смещение вдоль поля переменной напряженности физически штука красивая ее любят пихать разнообразные программы тоже нас любят ее размахивать этим достижением хотя с практической точки зрения толку этой штуки тоже очень много КПД порядка 50% примерно то же что обеспечивают и другие типы электрореактивных двигателей при этом очень высокая сложность требуется проводящая магнитная система но правда достоинство что можно скорость истечения сравнительно неплохо варить это может быть интересно с точки зрения баллистики межпланетных перелетов но опять-таки это не единственный способ в этом так можно сделать это были приложения технические но также с диаметическим вариантом сталкиваются когда изучают поведение частиц в околоземном пространстве в 58-м году второй спутник советский Чункула не открыл радиационные пояса а первый американский все-таки открыл так вот получилось не повезло не приняли вовремя сигналы со спутника когда он находился над южным полушарием что-то там не прошло поэтому пояса называются банально Двердова а могли бы называться поясами Двердова если бы вовремя нашли и интерпретировали эти данные долго не могли понять и как собственно так получается откуда там вот такая повышенная радиация на определенных высотах на определенных орбитах откуда же нам столько частиц потом поняли что поскольку у нас Земля является большим магнитом можно считать ее антиполем с вот таким вот магнитным полем оно естественно ближе к Земле более больше напряженность имеет где-то вдали у нас поднимает вот так вот как единица на и оказывается что если на эти магнитные линии навилась как-то частичка частиц солнечного ветра или частица которая родилась в верхней атмосфере из-за распада нестабильных ядер скажем под действием галактических лучей то эта частица дальше будет жить от одной магнитной пробки до другой точно так же здесь она навивается навивается вдоль линии до ее усиления пока я вся энергия не перекачается в энергию поперечную и дальше она вернется назад таким образом у нас образуется некая трубка заполненная частицами вот это все и есть радиационный полис он на какой-то высоте кончается ниже его нет даже вдоль трубки в остальном заполняет довольно широкий трактор я вообще не знаю откуда берутся эти частицы это какой-то загероющий не объясняет потому что а происхождение это совершенно отдельная песня да конечно есть много довольно экзотических гипотез которые пытаются имело объяснить именно рождение самих частиц возникновение частиц для лицензовых поясов ну из тех что я знаю это рождение из нестабильных частиц в верхней атмосфере это солнечный ветер как-то захваченный ну наверное есть еще но и есть более экзотические гипотезы о том что в солнечном ветре есть частично ионизованные атомы которые попадают куда-то в район этих поясов продерживаются полностью и зарабатывают полном нет а еще правда подумать по-моему источник таких атомов почему бы нет какое-то количество есть пока солнечный ветер движется перезаряжается есть у нас даже из пространства за bow shock termination shock вот этими скачками ограничивать солнечную систему если оттуда иногда нейтральные атомы прилетают прям перезарядки не так это все дело живет а что у нас тут возникает интересного и какие возможны следующие антиопатические варианты ну во-первых возникает еще одно финитное движение когда частичка дрейфуя движется от одной магнитной пробки к другой это явно движение тоже является реагическим туда-сюда гуляет от северного полюса к южному для частиц энергии порядка 10 мегаэлектрон вольт электроны успевают где-то за какую-то долю в секунду а ионы примерно за единицы неплохо да от северного полюса то есть все это величины которые вполне малы по сравнению с характерными временами змеи значит с ними должен быть связан какой-то еще адиологический вариант вот эта частота называется баунс частотой с которой частица отражается а как бы можно что-то полезное извлечь из этого ну во-первых поскольку само поле у нас неоднородное как вы помните в неоднородных полях частица испытывает поперечный дрейф поскольку градиент земного магнитного поля направлен по радиусу от центра земли наружу значит дрейфующая частица будет дрейфовать попутно еще вокруг земли сноскостью трейфов пока у нас вся картинка полностью симметрична ну это вроде бы ничего интересного не возникает ну замкнут для поверхности за но тем не менее частица это все пока мы рассматриваем идеализированную модель на самом деле земное магнитное поле оно очень искажено на него налетает солнечный ветер магнитное поле умороженное как-то искажается и земная магнитосфера представляет собой некрасивую дипольную картинку а что-то такое сжатое пережатое поэтому кто-то может вполне справедливо спросить позвольте а если у нас частица дрейфовы то откуда собственно берется один какой-то он не один конечно несколько откуда может взяться ограниченный радиационный полис ведь она гуляя по периметру наверно сможет за время своей жизни заполнить очень широкую область однако оказывается что-то не так и за счет сохранения второго диапатического варианта связанного с продольным движением частица даже в довольно значительно искаженном поле-диполе всегда возвращается на ту же самую магнитную поверхность на ту же самую другую вот такой вот довольно тривиальный результат вот этот второй диапатический вариант в его физический смысл уже не настолько прозрачный можно поинтеклировать между пробкой южной пробкой северной ее продольный импульс получается величина сохранится и именно благодаря этому существуют достаточно ограниченные радиационные пояса если бы они были размазаны вокруг Земли скажем так раза в три равномерно это было бы очень неприятно с точки зрения как пилотируемой космонавтики так и беспилотной поскольку уровень радиации в радиационных поясах энергии достаточно велики и они вполне могут подожидать как полпровняковую электронику солнечные батареи быстрее деградируют для людей тем более опасно сейчас например все пилотируемые полеты МКС летает ниже электронного радиационного пояса когда у вас какие-то спутники запускаются выше радиационной орбиты примерно там где магнитное поле перестает замкну то есть это магнитное поле не перестает замкну везде замкну у нас поле диполе вы имеете ввиду уже не идеализированную схему поле настоящее вот это сейчас вот слева у нас поле диполе оно замкнуто по сути а справа это настоящее магнитное поле настоящая магнитное сфера Земли когда у нас набегает солнечный ветер и его искажает ну вот смотрите есть такое рассуждение что если частицы попадают завиваются магнитное поле то они по сути движутся и возвращаются вместе с нашими землами так как они в мороженое то есть частицы в мороженое в поле не совсем хорошо как обычно говорят что в поле в мороженое а частицы да привязаны конкретно но получается что у них есть какая-то ограниченная радиус до которой они могут вращаться в дальнейшем световой скорости то есть если замкнули линия непонятно до бесконечности замкнули но если там мы обнаружим частицы вращающиеся с землей у нее скорость может быть больше скорости света так тоже можно оценить а то есть вы хотите привязаться к суточному вращению земли что ли ну да 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 не 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 то есть немножко по другому причина дело в том что когда у вас поле очень сильно ослабевает то дальше частица за него уже просто не удержится какие у вас возникают несколько ограничений на габарит радиационных поясов и можете еще еще раз повторить пожалуйста насчет про данные движения я не очень понимаю что это возвращается сейчас вот у нас здесь есть какое-то магнитное поле земли непольное вот у вас траектория частица она гуляет от северного полюса до южного здесь отразилось ближе к земле и пошла полетела назад когда она вдоль магнитные линии движется туда и обратно она отражается это движение финитно от любых финитным движениям у нас связан какой-то ариотический вариант это интеграл позавлюктову контуру от обобщенного импульса умноженным соответствующим общенную координату здесь обобщенный импульс это простой механический импульс продольного движения вдоль магнитного поля Ну и координаты, соответственно, тоже, понятно, как привязаны. Вот эта величина сохраняется. И это оказывается, что даже если мы это поле дипольное немножко искривим, оно не перестанет быть таким красивым и симметричным, все равно после каждого оборота вокруг земной оси, после каждого обхода земной оси, оси мобильного поля, частица вернется, тем не менее, на ту же самую путь. А мы могли бы сказать, что она отсюда ушла сюда, чуть подальше, за счет того, что поле искажено. Дальше как-то едет, 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 ушла еще дальше, и таким образом либо вообще соскочится радиационного пояса, либо он будет уже гораздо более объемистым. В таком не происходит. В частности, границы поясов, их нижние границы, можно группу оценить следующим образом. Для 10 мегаэлектронно-вольтного иона, иона водорода, например, протона по сути, на высотах порядка тысячи километров, у него ларморовский радиус оказывается порядка сотен зон. Понятно, что поэтому нижняя граница радиационного пояса не может находиться ниже, скажем, 200-300 километров. Во-первых, потому что они откуда будут совпадать, взаимодействие с атмосферой. Во-вторых, это будет уже заметно, величина ларморовского радиуса будет велика по сравнению с характерным масштабом неоднородности, где-то сохраняться не будет. Поэтому низкие пояса радиационные, они в основном заполнены электронами, а радиационный пояс протона вроде находится где-то там подальше. Для электронов он же гораздо должен быть ниже. Конечно, а он и есть гораздо ниже. Но их там несколько, как вы видите. На десятках километров? Нет, сотни километров все равно. Где-то граница нижняя радиационная пояса обычно где-то там километра, 200-300. Вот орбита МКС, она еще существенно ниже пояса. И даже орбита Хаббла, куда шаттлы летали в пилотируемой миссии, там она еще, в общем-то, не влезает в пояса. Иначе он создавал бы определенные проблемы. Но не катастрофические проблемы. Есть, конечно, спутники орбиты, которые регулярно пересекают радиационные пояса. Это высококлинические орбиты типа Тундра, когда у нас очень сильно вытянутая орбита и спутник над северными территориями советского соединенного заблудничья России долгое время проводят. Хотя и не в социональной точке. А что у нас получается? Кстати, ни у кого пока не возникла мысль, а почему в бассарнах прямоточник работать не будет? Ну, за георитических вариантов, отчего любить. Ну, собственно, да. Он предложил, по сути дела, вовсе не воронку в воздухозапорнике, а просто зеркало, в тормозе. Все эти частицы, которые туда попалут, там будут отражены. А вот здесь вы наблюдаете полярное сияние, которое происходит, когда у вас частица не вполне удержалась. Либо она в ходе своих блужданий по поясам схлопнула с другой частицей, ее угол немножко отклонился, и она уже вдоль пояса вывалилась в атмосферу. Когда частицы из атмосферы из пояса в атмосферу выпадают, они производят ионизацию в атом атмосферы. Как правило, это азот, кислород, в зависимости от высоты и энергии частиц. И мы наблюдаем полярное сияние. Полярное сияние – это когда мешок, магнитный мешок радиационного пояса оказывается неплотно завязан, из него частицы выпадают и устраивают красивое свечение в небеса. Фактически, это физика та же, что у газового разряда в сильно разреженном газе. Цвет его освещения зависит от высоты, от того, какие газы там преобладают, и от того, насколько плотная там атмосфера. От этого зависит, какие именно термины в молекуле могут быть возбуждены, насколько они тушатся, столкновениями другими частицами. На этом явлении, на том, что магнитный мешок может быть чем-то развязан, основаны довольно любопытные попытки пока не очень поисковые, рано, видимо, говорить о каких-то успехах, но сама идея интересна. Это идея, которую развивает группа в МИФИ, попробовать прогнозировать землетрясение по поведению радиационных поясов. В чем идея? Что перед тем, как землетрясение произойдет, в районе разлома накапливаются механические напряжения. Породы – это, как правило, граниты, базаты. В них, наверное, если уж там нагрузка растет, 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 и они вот вот треснут, наверное, в них что-то происходит. В 1980 году группа ученых при суде физики высоких давлений проводили эксперимент. Добрали крупные блоки пород – гранита, база, бетона для эксперимента и засовывали тот 50 тысяч тонный пресс. Обнаружили, что за какое-то время при плавном увеличении нагрузки, за какое-то время до растрескивания и окончательного разрушения возникают какие-то акустические колебания, электромагнитные низких частот. В принципе, их можно зарегистрировать. Почему они возникают? Ну, тоже как-то из общих соображений предположить можно, хотя детали последствия, по-моему, пока не произведены, но пока не в ней не знакомы. Любой породой имеет некие пьесосвойства, магистракционные. Когда у вас возникают сильные напряжения, там возникают заряды, какие-то паразитные токи. Все это, наверное, создаёт призывочные колебания. Они были зарегистрированы с частотными на них, как полигоны геотезических. Ну, очень сложно понять. Если вы хотите мониторить всю Землю, где же нам 10-ти герцовые частоты в лавке? Огромные комплексы, все сейфлопатные зоны обкутывать кабелями, что ли? Сложно. А тут как раз оказалось, по-моему, это было случайно, нам нужно в каком-то из экспериментов, что если у вас магнитная силовая лавка упирается где-то в очаг, где начнётся землетрясение, и из этого очага идут низкочастотные возмущения. Эти возмущения могут вот эту вот завязку магнитного мешка немножечко ослабить, если они пошли. И тогда у нас внезапно из этого пояса частицы начнут попадать вниз. Все накопленные в поясе, они там копились долгое время, лишь каков был их источник. Бог его знает. Как это было сказано, на гипотезе существует несколько. Но главное, что они там есть, их там много. И если мы можем дёрнуть и развязать этот мешок, то все они разом высыпятся. Их можно развязывать. Как именно он развязывается. То есть, что происходит. Возмущения низкочастотные магнитного поля они нарушают аддиопатичность. То есть, они достаточно амплитута, чтобы... А там много-то и не надо. А там много-то и не надо. Там достаточно совсем чуть-чуть. Там, и сами по себе, там, конечно, исполнительности почти нету. Но достаточно чуть-чуть добавить, чтобы всё это нарушилось, и они посыпались низко. И на ряде спутников были проведены такие измерения. Действительно, возникают иногда всплески потоков частиц, падающих какого-то сверху на иске орбиты. И определяют, и вроде бы есть какая-то корреляция зафиксированных землетрясений. Есть ряд публикаций на эту тему. В экспериментах спутников в 50-х году проверено, что больше десятка. На МКС летает соответствующий прибор. Ну, об обозначении связи говорить, наверное, рано. Но, в общем-то, картинка красивая. Есть ли какая-то? Вообще, наверное, чаще связано с солнечными вспышками. Вроде бы проверяли, говорят, что корреляция определяется больше с метасинами. Я за что купил, зато продаю. Не могу поручиться застарировать. Ну, я когда-то этим занимался, довольно много видел красивых картинок. После солнечных вспышек, связанных с выбросом большого количества вещества и дошедших до Земли, что важно, разгораются лоральные селенные. Ваши разделы на градусах 70, причем они могут захватывать землю, как в Севере, как в Севере. Очень красиво. А откуда Вы их наблюдали? Я наблюдал фотографии, сделанные со спутниками. Да? Там часто жалуются, что сложно наблюдать в высоких широтах, вот как эксперименты Аргус и прочее, за счет солнечности. Ну, судя по масштабу, это спутники с достаточно высоких электрических кармет, может быть, даже с геоноспационарных, а на дальних высоких облаков не бывает. Ну, по крайней мере, может быть действительно как-то связанные с возмущениями вызваны солнечным ветром. Просто не любая солнечная вспышка вызывает возмущение от близей зоны. Ну, это достаточно высоких кармет. То есть, землетрясение в ветеральных облах так, наверное, не искать. Честно говоря, не помню. По-моему, вплоть до широт Японии какие-то корреляции даже до Мексики, по-моему, там возникали. Я не помню, я не видел. Ну, полярные сияния так это же не полярные сияния. Вы же не смотрите, что именно у вас доходит до атмосферы. Ваш спутник летает на высоте 200-300 км. И не обязательно, чтобы из него все частицы выпали аж в атмосферу. Достаточно, чтобы пояс стал более протяжённым вдоль линии. Вы не замеряйте сияние как таковое. На самом спутнике стоят приборы, регистрирующие быстрые частицы. Прибор стоит непосредственно на спутнике. Да, да, да. Это именно масса спектрометра. Это тоже не высыпание из поясок. Это просто опускание поясок. Ну, можно и так. Вы же не определите однозначно. Тоже связано с Солнечной источкой или даже служба такая. По-моему, по как институт называться, выезжать в космическую медицину. Они проявляли большой интерес прогнозирование как раз вспышек на Солнце. Потому что для того, чтобы космонавтов защитить радиации нам было предсказываться поведение радиационных телесоров и переводить космонавтов в те части станции, где осуществление повышено. И что они делают? Ну, прогнозировать Солнечную вспышку, долговременный прогноз на Солнечную вспышку, кажется, не плетом, но, на самом деле, пока такое возмущение доходит от Солнца до Земли, вполне возможно успеть сопринять вот такие вот меры. Правда, изменить орбиту сложно снизить? Нет, ты говоря, нереально. Снизить орбиту по текущему это значит угробить машину и здесь можно спорить в том, можно ли говорить о развязывании или лишь о том, что у нас пробка сдвигается немножко. Вряд ли эти спектрометры в состоянии ответить на этот вопрос, но факт в том, что какие-то изменения нам не высвечены. Что еще любопытного возникает, когда мы исследуем отражение частиц от поля? Например, одним из первых механизмов возникает пытающихся генерацию галактических заряженных частиц быстрых. Это был так называемый механизм ферми, когда ферми предложили, что возможно где-то в галактике существуют магнитные зеркала области уплотнения магнитного поля. какой они природы это оставалось за кадром. Сейчас существуют разные пути на этот счет. Один из механизмов действительно ударных полных возникает. И что эти магнитные зеркала, возмущение международной плазмой, они как-то хаотически движутся. и что случайно возникшая медленная частица, которая где-то там в галактике улетает, от этого зеркало отражается. Если она отразилась в зеркало раз, то все происходит как в известной задаче первого курса про отражение от стенки. Ее импульс увеличивается на скорость увеличивается на две скорости стенки. Есть там такая да, сейчас программа? Задавайте что-то такое удалось. Один из отразилось отразилось потом от другого зеркала, которое тоже движется. И если где-то у вас возникли два зеркала, сближающихся навстречу друг к другу, то частичка, двигаясь между ними, после каждого отражения набирает, набирает и набирает скорость и может в конечном итоге достичь энергии очень высокой. Они даже необязательно должны сближаться, потому что поскольку энергии облака много больше энергии частиц, то энергия превратится частиц. Даже если есть просто хаотически движущие энергии. В идеале в первичной модели для того, чтобы показать что даже при медленно движущихся облаках энергия частицы может достигать огромных значений. После многократных отражений при каждом отражении действий взглянул вероятность того, что вселенные найдутся два таких круга, которые с чем встречи другу привяжутся. Мало вероятность достаточно много в основе особо большая но да просто чем больше энергии частицы тем больше размеры нужны облака и больше таких столкновений но только в таких столкновениях она будет заметна ну какие-то есть разные гипотезы плазма сильно неоднородна она заболучена есть ударные облака или каких-то оставшихся в общем-то спектр связывающий энергию и количество частиц имеет показатель 3-2 а в смысле энергию распределения галактических получей да что свидетельствует в пользу такого стокастического а каким образом именно такое я не помню а то есть это все-таки есть это квантовых нереотерист в принципе у первого адиопатического варианта на котором держатся магнитные ловушки у него есть довольно близкий квантовый рост в принципе можно наверное догадаться это связано с такими даже в принципе макроквантовыми вещами которые можно глазом увидеть поскольку у нас первый адиопатический вариант представляет собой величину магнитного потолка через ларморовский кружок то его очень близкий родственник это вихревые косы такая квантовая вещь с точки зрения математический мат аппарат очень похожий есть похожие выводы такие вещи существуют на этом наверное основную часть можно считать выкончены если есть какие-то вопросы дополнительные комментарии если есть какой-то источник низких частот причем эти частоты совпадают с ну есть какой-то резонанс с вращением самой частицы в поле они могут ей добавить энергии вы помните мы говорили когда частица прилетает к магнитному в области пробки вся ее энергия переходит в энергию поперечного движения и дальше сил нету падать ниже если же где-то ей либо добавили энергии либо каким-то образом нарушили условия диабетические варианты то она может пролететь и дальше а частота тут резонанс с частотой с которой частицы мотаются от пробки к пробке а вот где совпаде что происходит что-то слушал я что есть такая система тоже низкочастотная радио передатчиков для связи с подводными вот если если начнут организировать землетрясения по такому поводу то есть на самом деле вот эти низкочастотные излучения можно спровоцировать когда можно будет всех пугать землетрясения с помощью этих радио все-таки чаще это все связывает с солнечной активностью с размещением с землетрясения не может так же влиять не могу достаточно мощность на мощность наверно там пониже раз чем возникает из-за землетрясения таки энергии чудовищные кубические километры энергии одного землетрясения она многократно превышает энергии доступны человечеству термоядерные взрывы но я занимаюсь что там много энергии большая часть энергии идет излучение ну наверное да но даже если там какая-то доля процента идет это уже очень много предположить безусловно отгадание от геофизиков тем более высказываются сомнения что вообще такой механизм может на самом деле другой по крайней мере ничего четкого не предсказать корреляции какие-то предсказать никто ничего не смог но собственно с предсказанием землетрясения вообще не очень плохо предвестников известно около двухсот штук во всей практике прогнозирования известен один единственный случай что-то там 70-е годы в Китае после этого нигде никому пока не удалось случайно нужно иногда говорят что есть предвестники локальные есть предвестники глобальные если где-то там перед землетрясением меняется уровень грунтовых вод может быть какая-то определенная геофизика специфическая получающая вакуум насколько высоко платы есть заряженные частицы в этой цели высоко по высоте не в чем я численно вообще с величину не скажу но конечно с точки зрения лабораторных это хороший вакуум то есть это лучше вакуум чем лампочки и даже пожалуй лучше чем кинескоп гораздо лучше нет если вы рассматриваете совсем низкие барбиты типа там километров пятьсот то может быть с кинескопом хорошим где там десять минус седьмой может быть и сравним так но все-таки в кинескопе пробег на столкновение немножко больше но у кинескопа что-то существенно больше радиуса земли почему столкновение это происходит в верхней атмосфере у вас еще остатки самой атмосферы нет пробег именно сами частицы а их окружение пренебрегает газовое газовое еще остается на высоте до тысячи достаточно долго эти частицы да за это время их пробег он там существенно больше пробег существенно больше состояния земли ну не факт что это совсем без столкновения это как-то столкновение столкновение значит большая вероятность каких-то столкновений а перемычка большая скорость поэтому если они на палке за стимулы низко скоростными частицами то там вероятность столкновения во вторых мне кажется не сильно меняет при этом так это же столкновение конечно столкновение который каждое отдельное его вроде бы и нету изменяет траекторию на каких-то по-хорошему инструменту радионозу вот это вопрос вот это вопрос на тысячу рублей не 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 она должна она она развернется и летит должна перезарядка примерно с похожей с похожей зарядом проще всего вот когда вам нужно заполнить горячей плазной магнитную ловушку она пустая сначала у вас есть в профополе у вас тоже возникает эта проблема как же ее туда так засунуть чтобы она там жила и на стенку не уходила если вы просто ее со стороны быстренько вытянете это означает что она туда же не уйдет либо вам нужно ее как-то заводить вдоль поля как в открытой ловушке поперек а потом накачать ее поперечной энергией с патроном резонанса либо же лучше всего чтобы у вас был инжентр быстрых нейтралов так называемых когда вы создаете пучок быстрых нейтральных атомов водорода или атомов критерия и поперек поля поля они не чувствуют и таким образом они входят в сравнительно холодную плату не меняя свои траектории а там уже внутри за счет плотновения перезаряжаются и у вас остается быстрый мегаэлектронвольтный ион который тут же набивается на магнитную линию это самый надежный способ а как бы нейтралов получается сложно сначала как правило есть два способа можно получать ионы положительные их перезаряжать как-то скажем на мишени типа формии либо же получать это более эффективно я считаю себе быстрых энергий ионы отрицательны их ускорять а потом уже обтирать их на газовые мишени от лишних электронов но тоже эффективно очень хорошее там КПД при больших мощностях может достигать 90% да это сложно это сложно но существует восьмидесятых годов здесь работают по высшим нейтралам в Курчатике занимается одно подразделение и вообще-то одно из основных направлений военных исследований ну в смысле инженерных но она обеспечает похоже что-то происходит в этих полярных сияниях когда возникают перезаряженные ионы водорода сначала частицы из верхних протонных поясов падают куда-то сравнительно низко там цепляют на себя электрон перестают чувствовать магнитное поле и могут лететь мимо всех пробок в достаточно глубокую атмосферу там снова перезаряжаются и тогда возникает одна из подразновидностей полярных сияний связанных именно с нейтралом вот насколько я помню как раз ниже этих розовых пятен где-то там ионные вещи и возникают тут по памяти могу ошибиться а в комментариях еще один вопрос в нем по-моему нет по-моему этих реализаций почему это тоже вопрос насколько вы им считаете «Рубля» на столько же бога его знает почему если объяснить как из одного пояса чтицы попадают на другой и попадают ли вообще не попадают как вы сказали что в одном поясе электроны Но они же тоже как-то перетекают между собой. Вот почему протоны? Протоны вроде бы так кажутся. На пальцах можно объяснить, что ниже они просто не смогут жить влаговремя. Может быть, да. Может быть, они там родиться не могут. Кто его знает. Но есть еще такая подразновидность. Есть только один пояс, о котором можно сказать, откуда он и почему он такой. Точнее, его уже нет, он был в 60-е годы. После атмосферных ядерных испытаний. Возникали кратковременно живущие, низкие, традиционные пояса, электронные, слабенькие. С ними было все понятно. Откуда они такие? Почему они такие? Как-то, насколько я помню, там слабенькие-то слабенькие. Но, по-моему, были космические взрывы, направленные на создание искусственных радиосудов. Вот, вот, а они, конечно. И они, кажется, под это дело на какое-то время испортили себе радиосвязь с Гавайями и спалили электронику у нескольких собственных спутников. А, по-моему, даже не то, что и кратки спутников, а и на земле какие-то были помехи, т.к. измучения магнитного поля. Ну, с радиосвязь с Гавайями, может быть, может быть, даже какие-то электронные силовые линии были? Ну, я помню, что при каких-то солнечных вспышках были такие прецеденты в Канаде, где-то там, 50-60-х. С телеграфной связью это было известно еще задолго до того. Значит, когда вы возмущаете все магнитные поли, его все трясет, там возникают наводки, какие-то паразитные токи, где-то может что-то и погореть. А вы что-нибудь слышали? Какие прогнозы, как ведут себя все эти частицы в период переполюсовки? Видимо, все исчезли. Все рассыпется. Переполюсовки магнитного поля не могут. На историческом рябе, да. На историческом рябе, да. На историческом рябе, в основном, эти не наблюдают, но вообще, так сказать, известно, что такие из геологических историй, что такое периодически случается. Ну, что в периодически все исчезли. Ну, пояса исчезли. Пояса исчезли. А как при этом, скажем, изменится воздействие этих частиц на разные области земной поверхности? Нет. Вряд ли им что-то существенное. Они очень сильно воздействуют. Мы их так почти не видим. Потому что, вообще говоря, это одна из популярных страшек. Нет, потом ничего заметно прийдет. Что отыщение воздушное поле Земли будет на всем большином прийти. Так это не из-за того, что оттуда вылезет, а из-за того, что оно перестанет кое-что задерживать. Что если сейчас часть долетающей земли солнечной плазмы, как поправить, если где-то ошибаюсь. То есть, многое застревает в нашей магнитной поле, в альтосфере или ее огибает. На какие неприятности нам тут когнозируют? Лучше ультрафиолетовое облучение. Ультрафиолетовое облучение. Ультрафиолетовое облучение. Скорее, озоновый спойлер. Скорее, склонный магнитный поле не склонится. Скорее, может быть, оттуда. Ну, в принципе, что, на полюсах разница за меру начинается с высоты километров 10 в атмосфере. Ну, что там, на высоте километров 25, дай бог памяти, есть, ну, примерно на высоте 25 есть максимум ионизации земной атмосферы. На широте экватора он чуть подниже. На полярной широте, ну, может, вообще не быстро, потому что проходит с открытых силаных линий частицы, а не высотой энергии. Ну, как бы, для людей, вот, на уровне моря, практически не заметно. Атмосфера, ну, все-таки, достаточно толстая, плотная, частицы солнечные, они имеют сравнительно слабую энергию. Глубоко им в атмосферу пролезть тяжело, это геологично. Совершенно верно. В любом случае, минимум ионизации где-то на высоте километров 6, там. То есть мы можем ожидать каких-то, может быть, изменений радиационного фона на высоте где-то летают самолеты. Ну, там незначительно. Ну, они через обшивку самолета особо не проехали. Может быть, мы можем ожидать каких-то неприятностей с радиосвязи. Может быть, в слове привисает, и что-то и произойдет, кстати. Но мы ничего фатального, по всей видимости, не обнаружим. Не положим. Ну, такая игра не вижу. Пугают? Ну, пугают много чем, пугают часто, особенно сильно стали пугать тогда, когда средства на исследование стали вырезать. Ну, как вот, НАСА любит всех пугать тем, что астероид сварится такой же, как убил динозавров. Тем, что наши палеонтологи плюются от этого, когда слышат шестероиды динозавров. Как у вас всех пугать? Нет, ну, вообще-то понятно, что с учетом того, что эта перепылесовка случалась уже неоднократно, и биосфера это как-то благополучно переживала. И вообще никаких следов незаметно от этого. Так, то, в общем-то, ждать ничего так фатального не следует. Не приходится. А вообще, каждый раз НАТО орет, что, ну, именно НАСА, орет, что русские начинают их отгонять в строительственное вооружение, когда приходят порадили бюджет. Каждый раз НАТО. Так вот, всегда у них есть такая подсловица армейская, что в армии США говорят, русский это не враг. Враг это флот. Русский это всего лишь красивый. Ну, пугалок страшилок много. Есть красивая пугалка страшилка, немножко не относится к теме. В природе была когда-то статья, где люди проводили моделирование, что произойдет, если два астероида столкнутся где-нибудь там, в поясе, и раздробятся в пыль. Просто пулевое облако белкого песка. Там, поперечником, порядка, где-нибудь долей поперечника Земли. И у них вроде как получалось, что если такое облако казалось брыхленькое, но летит на планету с атмосферой, оно может до половины атмосферам один присез с дуги. Пугалка совершенно. Тут даже не идет, что динозавры. И даже пытались как-то аргументировать этим слабую атмосферу Марса. Якобы когда-то что-то там в пыль раздробилось, и с Марсом все поснесло. Пугалка не хуже прочее. Но правда по ней очень сложно выбивать деньги, потому что если астероид можно хотя бы теоретически забить термояльным зарядом, облако уже ничем не собьешь. То пугалка получается конспродуктивной. Либо надо выбивать очень большой бюджет под отслеживание столкновений астероидов и их предотвращение. Можно когда-то и... А вот если я вот посмотрю с такой точки зрения, что вот если вот вперед перед пылесоской, когда дипольная составляющая на пылесополе пристаркнули, соответственно, радиационные пылеса практически исчезают, то... Хорошо ли это или плохо по источнению линии пылесированных основностей? Однозначно плохо. Но вообще еще большой вопрос, как происходит перед пылесоской? Сейчас переворачивается диполь или он исчезает? Ну как я понимаю, он по крайней мере существенно ослабляется, потому что в настоящий период дипольная составляющая, падает практически с постоянной скоростью 1% на 10 лет. И это длится уже, сейчас точно не скажу, порядка тысячи лет примерно с постоянной скоростью она падает, если судить по битым горшкам. Что было дальше тысячи лет назад, это зависит от того, как мы эти горшки будем дотерпить. Если по традиционной истории, то получится, что процесс идет с ускорением, а если по фоминке Насовского, то получается, что дальше тысячи лет мы просто не можем заглянуть и не знаю. И что, кто-то делал такие привязки к фоминку с как аналогией? Нет, я просто не знаю, делал ли тот такие попытки, но просто, когда мне попадался вот этот график, где в последние тысячи лет поле распадает быстрее, чем до того, то я сразу вспоминал, как аналогичные изменения поведения помеды Клиносовскина Они не учитывают, по-моему, одного очень важного момента в исповедении Луны. Если по ним все потасовано на XVIII веке, то у них как раз с Луной получается полный разноборь. Что какое-то из явлений, которое может позволить, которое поделяет изменение траектории Луны, Никогое смещение, честно Богу, не дали? Оно было практически рассчитано только гораздо позже XVIII века, в конце XIX века. Исходиться по данным Петолемея не могут никак. Поэтому некого было подделать. Так что... Можно не переживать за тем, что все. Так, но это интересный вопрос, потому что если просто делать экстраполяцию по первой производной, то тогда получается, что он где-то примерно... А, по геологическим? А зачем по горшкам? Есть же геологические данные, по лаве... Ну, это очень большая. Это вот эту скользь, которую вы сейчас наблюдаете. А какие интервалы между переполисовками по геологическим данным? Там же есть что-то по излившимся пародам по... Там кажется, что все в 2000. И предыдущие данные на фиксировании. Не могу. Это вот просто по горшкам, потому что горшки, как считается, надежно анонсироваться, чем в лучшем горном параде. Ну, отлично. Но когда масштабы сотни тысяч нет, то, наверное, лучше уж породы. Нет, класс, нет. Ну, чтобы продлевать спрос на текущую динамику, ну, и немного гравшки, чтобы достать... достаточно новые. А какие-то модели при этом привязаны? А что к длинному магнитному динаму? Какие, типа, существование не было? Ну, не скажем. Скажу, что, как я понимаю, с магнитным динамом до сих пор много неясно, якобы у меня. Ну, если слушайте вы, то я бы в заключение добавил на праздник такой момент, что если вспоминаете диапатический вариант в контексте квантовой механики, то в квантовой механике адиоматический вариант это попросту... Номер квантовых, что если мы диапатически меняем потенциал, в котором частицы влияют, то если делаем медленно, то как вот она сидела на каком-то определенном уровне, так она на этом уровне останется сидеть. И если этот уровень растет, то она, соответственно, будет получать дополнительную энергию и падать, она будет эту энергию отдавать. И, в общем-то, тот самый вот интеграл, который отправили к квантованию борозы на швейне, то кто-то, может быть, с этим хотя бы по общей физике уже сталкивался. Помните? Это ровно тот же самый интеграл, который вот сегодня был на диапатической квантовке. Кстати, забыл сказать про еще один диапатический вариант, который связан уже с третьим для радиационных поясов. Просто он практически не применяется так, конечно. Если у нас есть движение одно ларморовское вокруг магнитной линии, другое от полюса к полюсу, то третье связано уже с дрейфовым движением всей этой трубочки вокруг всего земного шара. Оно сравнительно медленное, но финишное. Поэтому с ним, в принципе, тоже можно связать магнитный вариант. Физический смысл будет магнитный потоп, часть всю эту поверхность. Но, поскольку движение медленное, он оказывается уже не очень диапатическим, и вот даже по изучению поясов перенять слухи. Такая формальная личность. А второй он какой-нибудь физический смысл имеет? Я вам сходу не назову именно его физический смысл. Вот этот интеграл продольного импульса от полюса к полюсу. Как его? С чем его связать? Ну, про первый я бы еще раз подчеркнул, что первый имеет такой хороший смысл, что сколько линий проходит поле проходит через это. Ну, да. По сути, да. Магнитный потоп через забор с их колечью. То есть, что вот у нас есть правило является, что частица сопротивляется, по поводу изменится подбагнитный потоп через и орбиту. Если это делать анеопатически медленным, то ей это удавится. Так, еще вопросы? Комментарии? Или давайте остановиться? Еще раз подозрим доказательства. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...